Добрый день! Я рад вас снова приветствовать. Так, скажите, кто из вас уже сегодня в течение дня уже набрался идей полезных для своего дела? Ну, прекрасно, прекрасно. Ну что ж, тогда поговорим с вами вот о такой интересной вещи, когда не стоит увеличивать продажи. Соответственно, заниматься нужно чем-то другим в этот момент. Ну, вы знаете, это по поводу увеличивать продажи. Я просто столкнулся с тем, что это такой один из мифов в бизнесе. Что за мифы такие вообще в бизнесе? Дело в том, что собственник, да, вот он хочет развивать свой бизнес, и он сталкивается с тем, что вот ему знаний не хватает. А как бизнес-то развивать? Вот где собственнику взять знания о, вот прям конкретно, вот знания о развитии бизнеса. То есть они есть где-то все вот в одном месте собранные? Вот нету этих, да. То есть это где-то по кусочкам, понимаете? Вот попал он на такую конференцию, вот здесь кусочек он взял, да. Книжку кто-то ему порекомендовал, вот он здесь кусочек взял. И в основном, конечно, он берет эти кусочки из общения с такими же бизнесменами, предпринимателями, как он сам. И вот что-то от них вот слышит, да, вот у меня сработало. Вот это вот как мы сегодня общались, да, но люди совершенно разных бизнесов, совершенно разные этапы развития бизнеса, да, и мы делимся идеями. И вот так вот у меня вот это сработало, у меня вот это сработало, да. И, соответственно, вот так, когда у нас не хватает какой-то, ну, реально такой полноценной, точной, структурированной информации, а потребность в этой информации есть, то мы эту информацию заменяем вот как раз такими мифами, полуправдами, да. Как они рождаются? Ну, вот, например, кто слышал уже из вас такую фразу, «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Вот. А это миф, понимаете? А как это родилось? Родилось это так, что свое высказывание сделал Теодор Рузвельт на эту тему, да. То есть он сформулировал правила отношения к ошибкам. И оно звучит так. «Не ошибается тот, кто ничего не делает, главное, чтобы из каждой ошибки были сделаны выводы». Вы разницу понимаете? «Не ошибается тот, кто ничего не делает» — это что фраза означает? «Ошибайся». Да, проблем нет. У тебя есть право на ошибки. Да, ты всегда можешь оправдать свои ошибки. А здесь нет. У тебя есть право на одну ошибку. И глуп тот человек, который повторяет эти ошибки. То есть ты должен сделать выводы из своей ошибки. Понимаете? То есть вторая часть фразы и сразу же резко меняется смысл. Вот то же самое по поводу увеличения продаж. Это один из такой мифов развития бизнеса. Что надо увеличивать продажи. Но есть вторая часть в этой фразе. И вот нам ее с вами нужно вывести в ходе нашего с вами общения сегодня. То есть если мы будем брать только первую часть фразы в расчет, то к чему это приведет? Так, я сейчас еще хочу спросить у моего коллеги ведущего. Где он у нас здесь, коллега ведущий? Где-то… да, 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 да. Сколько у нас неотвеченных вопросов с первой части? Сколько времени на вопрос составить? То есть я хочу понять темп, в котором двигаться? Там порядка пяти вопросов. Пяти вопросов. Так, хорошо. Было около десяти всего, да? Значит, здесь тоже, я думаю, будет. Но окей, я время оставлю на вопросы. Итак, в какие ловушки мы можем попадать? Я хочу вам поделиться, да, тремя такими ловушками, которые можно попасть, если только первую часть фразы рассматривать, да, что надо увеличивать продажи. Ну вот ловушка первая. Я ее называю так. Так, сколько вчера продали? Что это значит? Это значит, что собственник бизнеса, он задает такой вопрос своим сотрудникам. А сколько же у нас вчера было продаж? То есть он концентрируется только на уровне продаж. К чему это приводит? Ну вот сейчас мы с вами подробно рассмотрим вот эту схему. Значит, сейчас поэтапно, да, будем. Так, у меня тут указатель туда не показывает. Значит, ну мы видим время, деньги, да. Выручка – это у нас прерывистая черта, а затраты – это у нас сплошная черта. И пока компания только находится на старте, то у нее затраты уже есть, они постоянные. Уже кому-то платим зарплату, уже какой-то офис, хоть небольшой, но его уже арендуем. Какие-то затраты имеются, а выручки сначала нет. Ну потом выручка появляется. В какой-то момент выходим в прибыль. Ура! Все-таки этот продукт оказался нужен. И более того, когда о нем узнают клиенты, они начинают рассказывать это другим. И мы нанимаем еще новых продажников. И продажи растут. Вот этот замечательный, прекраснейший момент в истории компании, когда все идет вверх. Кто уже в жизни такое проходил, когда шло вверх? Вот этот золотой прекрасный момент. И что в этот момент? Если мы ориентируемся только на объем продаж, сколько у нас было сделано продаж, то можно не заметить, что параллельно с продажами также растут и расходы. Они растут очень легко. Очень легко. То есть увеличивается офис, что-то там уже тесно, уже можно. А что же еще все время их менять? Мы с запасом возьмем офис, да? А у нас тут под развитие надо взять еще сотрудников, да? Ведь у нас скоро еще откроется и такое направление, да? И так далее. И вот таким образом это происходит. Я хочу об этом ролик показать. У нас там не уснули наши коллеги? Спасибо. Пожалуйста, включите ролик. Фильм «Силиконовая долина». Ничего себе. Это наш новый офис? Все это? Да. Джек сказал, что у нас весь этаж. Зацените, какая кухня. Вот здорово. Ричард, это наш новый логотип? Мне нравится. Строгий, элегантный и с некоторой угрозой. Господа, добро пожаловать. Я отказался от парня с флейтой. Не знаю, замечали ли вы, но в этом образе было что-то похабное. Не хотел тратить ваше время и просто отдал приказ. Это работа Мэри Шибли. А, Мэри Шибли? Наверное, влетела в копеечку? Нет, мы друзья. Да. Я тоже ее знаю. Немного. Показать вам ваш новый дом? Надеюсь, он оправдает все ожидания. Что угодно оправдает. В сравнении с гадюшником, в котором мы работали. Оскорбление из уважения. Начну волноваться, когда услышу от тебя комплимент. Думаю, вы видели, как Хироки поработал с водой. Хороший фэн-шуй – это обязательно. А вот зона разработки. Мы будем работать здесь? Обратите внимание. Микрокухня с профессиональным поваром. Голод только здесь, но не здесь. Все это отлично. Но нам это точно по карману? Ну, вот это главный вопрос. Но что происходит дальше? Расходы растут на вот этой эйфории. Тут дальше возникает такой момент, что некоторый вот первый такой спад в продажах возникает. То есть мы видим, что хотя был момент, когда прям вот хорошо выручка превышала затраты. Почему? Ну, просто не успели потратить. Теперь мы видим, что уже что-то такое там произошло, а продажи начали немножечко скакать, а затраты растут. Почему они растут? Они растут по инерции. Ведь было же запланировано взять еще каких-то сотрудников, закупить там что-то такое. Они продолжают расти по инерции, и мы в эйфории готовимся к взлету. Но вместо взлета продажи падают. Почему? Может быть, мы не учли сезонный фактор. Ну, мы же только начали, мы не знали, когда там заканчивается сезон. Все росло пока что. Может быть, мы не учли то, что конкуренты дали нам отпор, они сориентировались, поняли, что мы делаем, да, и приняли какие-то контрмеры. Может быть, они просто скопировали конкуренты, то, что придумали мы. Мы думали, что мы самые умные, так взяли на вооружение конкуренты. Может быть, ушел сотрудник, который привел какого-нибудь самого крупного клиента, да, и так далее. То есть, и вот в этой ситуации, как вы думаете, кому-то приходит такая мысль, да, такая идея, да, что надо сейчас сократить затраты? Нет. Конечно же, поднимаем продажи любой ценой. А что значит любой ценой? Как вы думаете, это стратегически выгодно для бизнеса? Нет, не выгодно, да. То есть, в чем здесь ошибка, да, в том, что, когда мы концентрируемся только на уровне продаж, да, сколько мы вчера продали, то мы теряем из виду очень важный вопрос, да. Как нам при росте бизнеса не потерять его эффективность? Еще лучше, как ее повысить, но хотя бы как не потерять его эффективность, да. Очень часто в погоне за продажами теряется прибыль компании. Я очень много видел ситуации, коллеги, когда продажи у компании за год выросли, а прибыль упала. Кто такие ситуации видел? Вот. Поэтому это первая ловушка, да. То есть, здесь важно следить за тем, чтобы не была потеряна эффективность. Ловушка вторая. Я ее называю так. Один троих везет. В основном мы работаем с бизнесами, которые уже, им так лет 5, 10, 7, ну, в среднем, наверное, 7 лет. Средний возраст бизнеса, с которым мы работаем. И когда приходишь, то видишь очень часто вот такую вот картину, что есть одно направление бизнеса, там один филиал, один продукт, да, который, или там один клуб, одна стоматология, да, который дает основную прибыль компании. Там 80% может давать прибыли, а какое-то одно направление, одно подразделение. А остальные направления, подразделения, филиалы, магазины, да, они могут вот так вот находиться. Вот. Еле живы, да. Кто видел такие картины в бизнесах? И, соответственно, собственник говорит, я хочу увеличивать продажи. Как вы думаете, где же он хочет увеличивать продажи? Где кажется, что наибольший потенциал? Вот глядя на эту картинку. Это вы уже знаете, да. Но когда вы вложили свою душу, энергию вот в те три направления, а отдачи там нет, да, то, соответственно, хочется увеличивать продажи там. Ведь смотрите, первое уже вот оно выстрел, и мы там как бы потенциал, наверное, исчерпали уже практически. А вот здесь-то явно потенциал большой. Вот где надо увеличивать продажи, да. Вот так кажется. И я такой подход, я его еще называю больницей. Почему такое название? Потому что если мы так мыслим, да, что у нас вот есть одно направление, как будто мы к нему относимся как к некому, знаете, выздоровевшему человеку. Вот этому выздоровевшему человеку ему не нужна забота врачей. Он сам по себе, у него все хорошо, да, он без нас обойдется. О ком же нужно заботиться? Вот у нас больница есть, да. Вот здесь люди, они, им нужна наша опека, наша забота, наше внимание, наша энергия. Соответственно, к чему же это приводит, да, к тому, что ничего не меняется, да. Мы пытаемся здесь поднять продажи, энергия собственника уходит в эти направления, потому что нужен подход в бизнесе, не больницы, да, а подход спортивной команды. Вот представьте, что у вас, вы тренер велосипедистов, да, и у вас есть такой спортсмен, который с большим отрывом уходит от своих коллег по команде. Кого вы будете брать в сборную? С кем вы будете проводить индивидуальные тренировки? В кого вы будете вкладывать свое время, энергию, внимание? Вот в этого человека, который уходит вперед с отрывом, или в тех, кто зависливо смотрит ему в спину? Вы в первую будете вкладывать, да. Теперь другой интересный момент. А как вообще так получилось? Почему так вот одно направление, да, оно настолько больше дает, чем остальные? Что за странная история такая? Дело в чем? Дело в том, что все это были когда-то стартапы. Все эти направления когда-то были стартапами. И здесь мы сталкиваемся со следующей закономерностью, что стартапы бывают всего двух типов. Либо быстрые, либо мертвые. И вот этот стартап, он был быстрым. То есть он когда начинался? Он начинался лет 10 назад. Когда еще не было такой конкуренции на рынке, да. Он одним из первых там предложил эту услугу, открыл этот магазин, этот фитнес-клуб. И дело пошло. После этого он почувствовал, да, что у него все хорошо получается. Он талантливый бизнесмен. Он зарабатывает деньги, да. И у него еще полно идей, как этот бизнес развивать, как еще какое-то направление открыть. То есть идей очень много. И он говорит своим сотрудникам, партнерам, говорит, я вот хочу теперь вот такой же там магазин вот там открыть. Еще одну там стоматологию здесь открыть. Еще вот это хочу сделать. А ему говорят, слушайте, а там немножко по-другому все. Знаете, а там вот эта клиентура, она там не живет. Вот тут у нас живет випублика, а там нет випублики. Или а здесь вот проходимость не такая. А здесь конкуренция в этом городе, она совершенно другого уровня, чем в том, где мы начинали. И как вы думаете, вот этот человек, который только что открыл, создал, развил вот это успешное направление, слушает ли он тех, кто ему говорит о рисках? К сожалению, он не слушает. Потому что часто кажется человеку, который только что сделал быстрый стартап, что он обладает даром Мидаса. К чему бы я ни прикоснулся, это превратится в золото. И он такие где-то делает, он открывает эти направления. И, соответственно, теперь ему хочется в них увеличивать продажи. В чем здесь проблема? Почему сейчас самый опасный враг для действующих, успешных бизнесменов? Это их стартапы. Это я вам реально так говорю, потому что на моих глазах сейчас очень много успешных предпринимателей. они просто пришли к банкротству. Не потому что их бизнес основной развалился. С основным бизнесом все было хорошо. А именно потому что они верили в свою звезду. И вкладывали большие деньги в свои новые идеи. Это я вам расскажу пример. Сейчас один из примеров. И еще несколько дам примеров. Ну, это пример самый такой интересный, показательный. Собственник производственной компании, он вдруг его оценила такая идея. То есть он очень успешный такой предприниматель. И он решил, что вот чехлы для смартфонов, которые он видит у всех, и то, что продается, что они все какие-то скучные, серые, грустные. И он говорит, что вот если людям предложить хорошие дизайнерские чехлы для смартфонов, вот это дело пойдет. И он, обратите внимание, как он правильно подошел к реализации, с точки зрения классического бизнеса, он правильно подошел к реализации этой бизнес-идеи. Он понял, что нужно, чтобы продукт был очень качественным. И он поэтому нанял лучших мировых дизайнеров. И они все его вот эти задумки, они все его очень хорошо воплотили. То есть сделали реально качественный продукт. Дальше. Он понимает, ну как же я что сейчас их по одной штучке изготовлю, они будут баснословных денег стоить. Это будет невыгодно. Значит нужно что? Сразу большую партию в Китае. Он заказывает огромную партию в Китае. Так, теперь нужно организовать продажи. Где организовать продажи? Он открывает офис в США, магазин на Amazon, инвестирует огромные деньги в рекламу и за первые два месяца по всему миру было продано 28 чехлов. Вот история. Значит, в чем здесь соль? В том, что подход к стартапам, он сейчас уже имеет некую научную основу, которую, к сожалению, действующие владельцы бизнеса просто не знают. Здесь нужно знать всего несколько ключевых понятий. Первое ключевое понятие – это MVP, то есть Minimum Valuable Product. То есть это, по сути дела, муляж. То есть если ты хочешь какую-то идею новую проверить, то не надо изготавливать, не надо вкладывать деньги в производство. Сделай муляж. Что такое муляж? Ну, по сути дела, если это мы говорим про некий, допустим, велосипед вы новый придумали, электровелосипед, то значит нужно сделать один экземпляр, прототип даже, который, может быть, не будет полностью это все делать. Все эти функции. Но мы сможем показать. Это может быть сайт с описанием чего-то. Это может быть не ресторан сразу открывать, а мини-пекарню, которая просто будет с колес продавать. То есть что-то такое, что позволит понять спрос на этот продукт. То есть сделать вот этот муляж. Это даже просто описание, с которым нужно что сделать. Дальше нужно сделать интервью. То есть не продажу сделать этого муляжа, а пойти к 50 клиентам потенциальным и спросить у них, вот когда этот продукт будет уже готов, вы купите его? И послушать этих 50 человек. Ну, как вы думаете, собственник успешной бизнеса, он пойдет к 50 потенциальным покупателям сам? Нет, он пошлет менеджеров по продажам. Ну как, я же великий уже. Неужели я сам пойду общаться с клиентами? Я уже вырос из этого. Отправлю-ка менеджера по продажам. Менеджер по продажам приходит и говорит, вот такую вещь придумали. Посмотрите, какая классная вещь. Ему говорит, не, знаете, тут вот этого не хватает, тут бы надо вот это и вообще не соответствуется на качество. То есть ему потенциальный покупатель говорит некие возражения. И вот теперь главный момент. Что привык наемный менеджер по продажам делать с возражениями? Разруливать, отрабатывать, бороться с ними. Понимаете? Он его продавливает. Потому что если он не продаст эту штуку, то его уволят. Поэтому он не слышит. Он не слышит. А может услышать только один человек. Это основатель. Это он может прийти, услышав ответ потенциального клиента, сказать, да, действительно, тут надо вот это поменять, вот это добавить. И из-за гордыни этого не происходит. Он этого не слышит. Он не знает этого. Поэтому он говорит, менеджер по продажам у нас не очень. Ну ничего, наймем новых. Значит, идем в производство. И, соответственно, если бы мы услышали, то мы бы сделали следующую важную вещь, которая называется пивот. Пивот – это значит поворот. То есть это изменение бизнес-модели. Есть компании, которые делают, то есть один поворот в неделю. То есть они прошли, 50 опросили, услышали, сделали изменение, снова пошли, услышали, сделали изменение и снова пошли. В принципе, изучая стартапы, я последний год очень плотно этому посвятил время, я понял, что ни одного стартапа, ни в итоге выстрелившего, он не оказался таким, каким изначально задумывался. Ну вы любую историю компании можете посмотреть, что Facebook, он для начала тоже задумывался не как такая соцсеть, которую мы знаем сейчас, общение деловых людей. То есть это было назначение свиданий в университете изначально. То есть это вообще была другая задумка. То есть и было это изменение. И в каждом абсолютно вы увидите, что было изменено. То есть изначально, не слыша клиента, нельзя сделать суперпродукт. Это теория, вот это интервью, это называется кастома девелопмент. Соответственно, в стартаперской такой тусовке это называется кастдев. То есть это сленг такой есть. Поэтому MVP, кастдев и пивот. Вот это три ключевых точки. Если этого не делать, то мы видим, что происходит с предпринимателями. Ну вот я сам сейчас живу в Москве, да, уже последние пять лет. А сам я родом с Оренбурга. И мне недавно рассказали, как разорился олигарх оренбургский, который там в пятерку входил. То есть у него там такое было серьезное очень состояние. У него были газовые заправки. И вот у него осенила идея. Такая идея, что нужно заниматься котельными для домов. То есть ставишь котельную, и она обеспечивает дом теплом, еще чем там, не знаю, то есть теплом, видимо, горячей водой. И, соответственно, у тебя постоянный приток денег с жильцов. Супер идея. Он вложил несколько, то есть он продал свои газовые заправки и вложил сотни миллионов рублей и поставил сразу очень много. Ну, потому что дешевле купить, понимаете, котельные. Там большой объем закупаешь, тебе скидку дают. Вот он закупил. И оказалось, что затраты выше, чем он на бумажечке считал. А тарифы повышать там нельзя по каким-то причинам. Вот и все. И он каждый месяц сжигает деньги. Соответственно, хочу ролик показать на тему, как можно протестировать и заранее убедиться, что твоя идея не годится. Пожалуйста, можно ролик включить? Так, наверное, без ролика обойдемся. Что-то он не загружается у нас. Так. Вы попробуйте там у себя его скопировать, и когда он у вас откроется, ну ладно. Ничего страшного. Ну, там я не смогу изобразить всех актеров. Вот могу, конечно, там. Вот один вышел, выступает, другой поговорит. Ладно, ничего страшного. Значит, это понятно, вот это вторая ловушка. То есть вторая ловушка именно в том, что мы пытаемся заниматься неудавшимися нашими, неудавшимися стартапами вместо того, чтобы основной потенциал, да, где у нас находится, да, вот здесь, естественно, основной потенциал. То есть мы этому внимания не уделяем, вот, а уделяем внимание тому, что, в принципе, мертворожденное. Значит, итак, ловушка третья. Машинка для сжигания денег. Ну, вот продается товар, да, у него есть цена, допустим, 100 тысяч рублей. Есть себестоимость его, допустим, там 60 тысяч рублей. Пока все неплохо, но есть лид, да, которого мы платим. То есть вот этот лид стоит нам 5 тысяч рублей, допустим. Но конверсия, да, лида в сделку, она составляет 10%. И получается, что у нас затраты на одну продажу составляют 50 тысяч рублей. То есть чем больше мы продаем, тем больше мы в убытках. Ну, вот приведу пример. Один из бизнесменов, он решил подбирать персонал. Но не просто подбирать персонал, да, а еще вместе с этим делать ему план индивидуального развития, план адаптации, систему оплаты труда, инструкцию. В общем, такая продвинутая система подбора персонала, да, сразу с адаптацией некоторой. И он, когда прошелся по рынку, то есть он со многими предпринимателями знаком, они ему говорят, да, идея классная, вообще точно пойдет, нужное дело рынку. Ну, хорошо. Значит, стоит это 100 тысяч рублей. Вот такая услуга. И он взял своих трех лучших менеджеров по продажам, которые у него уже 5 лет работают в бизнесе, и прекрасно делают холодные звонки. Они взяли эту базу HeadHunter и по ней стали делать звонки. Значит, у них получилось успешных дозвонов. Вот на протяжении нескольких месяцев подряд у них получалось делать тысячу успешных дозвонов за месяц. Из этих звонков назначением встреч, сколько из них заканчивалось, как вы думаете? Сколько во встречи превращалось? 20 встреч. Тысяча дозвонов, 20 встреч. Из 20 встреч, как вы думаете, сколько завершилось продажами? Две. Да. И вот три продавца, которым обходились 200 тысяч в месяц, делали две продажи на 200 тысяч в месяц. Да. А, да, вот это очень интересно. Да. Окупает ли себя сотрудник? Если считать, как бы, так сказать, по обывательской логике, да, то можно сказать, что человек себя окупает. Но, конечно, мы понимаем, что этот человек приносит нам убытки. Да, потому что услугу еще нужно оказать, это денег стоит, да. Поэтому про окупаемость сотрудников, кстати говоря, в основном, эффект есть, когда человек хотя бы себя в 4 раза окупает. То значит, он рентабельный. То есть, как правило, если меньше, то там уже возникают вопросы. Еще в 3 раза может быть, да. Но вот в 2 раза это уже, значит, не рентабельно. Вот, поэтому, ну, то есть, просто там надо учитывать другие расходы, да, которые мы не рассматриваем. Вот. И получается, что чем больше мы продаем, тем больше мы сжигаем, да. Соответственно, какой мы, да, из этого делаем вывод из нашей дискуссии, да, что надо ли увеличивать продажи? Да, продажи, конечно, надо увеличивать. Но когда повышена эффективность средней, совершаемой в компании продажи, да. То есть, мы сначала сделали одну продажу эффективной, да. То есть, мы правильно настроили бизнес-модель, да. У нас правильный канал, у нас правильная политика, да, ценовая. То есть, у нас не сжигаются деньги там. Мы продаем продукт, который нужен рынку, да. И вот после этого, да, вот теперь уже можно увеличивать продажи. А теперь, да, в правильном фокусе усилий. Какой же правильный фокус усилий, как увеличивать продажи, да. Здесь, конечно, первый момент, да. Это масштабирование самых прибыльных продуктов. То есть, нам нужно выявить, какой продукт нам приносит действительно наибольшую прибыль. То есть, это может быть, там, допустим, да, вот как сейчас на примере, да. Синергия, знаете, да, компания Синергия, которая проводит форумы, обучение, да. И это была вообще изначально тренинговая фирма. Они занимались проведением тренингов. То есть, вот такие группы собирались на 20 человек буквально, да, и проводился тренинг. И буквально, вот, меньше, чем два года назад они провели первый форум для руководителей. Он собрал тогда 4000 руководителей со всей России. И, а кто из вас, кстати, хоть раз в мероприятиях Синергии участвовал? Вот. И они поняли, да, что это действительно продукт самый прибыльный для них, да. Они потом по итогам года подвели, то есть, что оказалось, у них этот форум, да, дал больше денег, чем их множество тренингов, которые они проводили. Что они делают? То есть, они от тренингов, они отказываются, по сути дела, их сводят до минимума. Да, и теперь они запланировали делать, ну, выйти через несколько лет уже к цифре 24 форума в год. То есть, они сейчас в этом году было в Иране, в Казахстане, в Нью-Йорке вот сейчас будет, в России 4 форума. То есть, они уже там под 10 форумов уже сейчас делают в этом году, да. То есть, и их там выручка просто скаканула, да. Соответственно, то же самое можно сказать про группу компаний Avilon, да, компания, которая является дилером различных автомобильных марок. То есть, оказалось, что, ну, вот когда вот этот очередной у нас кризис, да, там, 2014 года с курсом доллара, то у них все вот эти эконом-марки, типа Hyundai, да, вот они оказались, ну, просто на грани рентабельности. А у них AMG, то есть, ну, Mercedes AMG, да, оказалась в прибыли. Что они сделали? Они за год завели еще 5 элитных брендов, таких как там Aston Martin, Maserati и так далее, да. И у них эту компанию вытащила. Вот, то есть, элитные автомобили продаются сейчас лучше, чем эконом-класс, да. Значит, поэтому хороший есть ролик, не знаю, вот увидим, хотелось бы, чтобы мы его видели, конечно. Можно попробуем? Жалко, конечно, если мы его не увидим. Так, ну ладно. Значит, я вам дам ссылки на эти тогда… О, мы сделаем следующим образом, коллеги. Я эти ролики, значит, кто мне оставит здесь визитки, я вам эти ролики вышлю. Ну вот, пойдет так. Я не специально так делал. Это из фильма «Большие глаза». Очень хороший ролик там про продавца, да. Но я суть здесь могу донести, потому что здесь идея фильма, он на самом деле отрицательный герой этот человек. Он женился на художнице, которая рисовала детей с большими глазами. А кто видел этот фильм? О, ну у нас половина видела, да, этот фильм. И, соответственно, он выдавал эти картины за свои, потому что он был очень хороший предприниматель, да, такой был хороший продавец. И вот что оказалось, что она не успевала рисовать эти картины, и они пытались поднимать цены на эти картины. Но уже стало дорого, люди не стали покупать, вот в бизнес зашел некоторый тупик. А потом оказалось, что они на выставку людей приглашали вот этих картин с помощью постеров. И люди эти постеры стали срывать с этими большеглазыми детьми. И он понял, что надо продавать эти постеры. И постеров можно печатать сколько угодно и по гораздо меньшей цене. И вот они разбогатели именно на этих постерах. То есть вот в чем суть, да. Итак, первое – это развиваем самые прибыльные продукты. Дальше. Это развитие самых прибыльных наших клиентов. То есть когда вы посмотрите на ваших клиентов, то вы тоже увидите, что 80% прибыли приносит какая-то группа клиентов. То есть это может быть как раз таки… Ну, очень часто это мы видим в компаниях, что 20% клиентов приносит 80% прибыли. У кого похожее соотношение, коллеги? То есть и теперь вот вопрос, да. То есть куда же все-таки усилия прикладывать? То есть с одной стороны, да, первое усилие – это прибыльные продукты можно собернуть. А второе – это развивать этих клиентов. Дело в чем? Дело в том, что деньги они там, где уже деньги. То есть вот эти клиенты, они на нас тратят львиную долю своего бюджета. И как ни странно, как вы думаете, кто считает, что они тратят на нас не весь бюджет и могли бы больше потратить? Вот. То есть и для этого нам нужно просто уделить им больше внимания. То есть, ну, например, если даже нет возможности сделать у вас key account manager, за которым они будут закреплены, то есть, ну, фирма небольшая, да, у них такого менеджера денег не было. И я порекомендовал собственнику, я говорю, съездите сами, говорю, к вашим клиентам. Вот возьмите первую десятку и просто к ним съездите. Он говорит, как мне вот сейчас увеличить продажи? Я говорю, вот возьмите 10 клиентов, кто больше всего денег приносит, и к ним приедьте. И я ему написал, что о чем с ними поговорить. А у него патентное бюро. Ну, казалось бы, да, то есть вот что там такое? И он приезжает, значит, в Челябинскую область, там, в какой-то совхоз бывший, где молодой парень, такой вот аграрий, предприниматель. И, говорит, я когда приехал, увидел вот это все. Причем, говорит, принял нас там как родных гостей, просто как родственников каких-то, да. Везде все показал. И я говорю, ну вы вот в процессе переговоров, да, спросите там, что, какие у вас планы по развитию бизнеса, как нам лучше оказывать для вас вот действующие услуги, которые мы оказываем. И тот ему говорит, да, да вы знаете, я вам отдаю, говорит, всего вообще 10% того, что у меня есть. А у него он дает ему половину просто оборота практически, да. То есть он говорит, так, а что, какие у вас пожелания по работе с нами? Он говорит, да какие пожелания? Вы вот, говорит, кучу делаете лишней работы, говорит, которая лично мне не нужна. Вот она, говорит, вот эти проверки, они, говорит, вот в других бизнесах, они, говорит, наверное, нужны, а мне они не нужны, говорит, вот это не делайте, не тяните время. Говорит, а вот это, вот, говорит, вот вы у меня наоборот не делаете, да, мне вот такое вот нужно там сравнение проводить, да, вот тут же бы вы вот это делали. Он говорит, ну хорошо, конечно, все тут же поменял. Он говорит, ну вот вам еще сразу 15 заказов. То есть вот они, деньги там, где деньги. Естественно, что, ну, также в одном с работаем с сетью магазинов Нижегородской, там магазины для парикмахерских салонов красоты, маникюрных салонов. Вот у них такая профессиональная косметика, товары. И я говорю, давайте для ваших клиентов, которые все время приезжают в эти магазины, стоят в очередях. То есть они приносят очень много денег, но стоят в очередях, им это очень не нравится. Потом что-то может не быть в этом магазине, а быть в другом магазине. И, соответственно, что они сделали? То есть они этих клиентов, то есть закрепили одного менеджера всего лишь, который обзвонил этих клиентов, сказал, что давайте теперь вы мне присылайте заказ, я буду для вас все формировать, вы будете просто приезжать это забирать, если хотите, или хотите, мы будем доставку делать. Ну, простая вещь. Ну, ничего такого сложного, да? И когда они это сделали, то потом они еще прошлись по списку 15 клиентов, которые от них ушли. И которые давали им в прошлом году, давали им очень серьезную часть оборота. И они просто прозвонили и сказали, а что вы от нас? Вот мы видим, покупок нет у вас, да? Что случилось? Они говорят, да в очередях ваших невозможно стоять. Они говорят, а вот мы вот эту услугу ввели. Они говорят, так отлично, мы готовы вернуться. Вот. Поэтому развивать самых прибыльных клиентов всегда есть куда, да? И третье, да, это клонировать своих прибыльных клиентов. То есть когда мы понимаем, кто еще похож на нашего самого прибыльного клиента, у кого есть еще такие же проблемы, да, у кого, кто еще работает в этой же отрасли, мы же ведь научились чьи-то проблемы решать лучше других, да? Вот надо понять, что это за люди такие, да, чьи проблемы мы умеем решать. Вот. Соответственно, нужно идти дальше и смотреть, где они есть в других регионах, да, где они есть. То есть если вот мы, допустим, вот сейчас у меня тут встреча была прямо перед тем, как я зашел с владельцем одной компании, то есть они производят конструкции и тогда мы как раз поняли, да, что кто основную часть их оборота делает, их прибыли делает, оказалось сельскохозяйственные предприятия. И мы стали думать, да, а что нужно сельскохозяйственным предприятиям? То есть а им нужно, чтобы было быстро и недорого. И, соответственно, быстро и недорого, то есть все решения у них очень похожие. То есть это, ну, различные там коровники, какие-то там еще такие, я уж не помню, как это, загоны, но, в общем, такого рода конструкции, они все типовые, да. И когда было вот это типовое решение создано, то его тут же можно было сразу предлагать другим похожим сельскохозяйственным компаниям. То есть вот таким образом мы этих сельскохозяйственных предприятий просто их удалось клонировать, да, потому что мы научились решать одни проблемы лучше, чем проблемы других. Ну и вот это, соответственно, третье направление для фокуса наших усилий для повышения продаж. Прежде чем перейду к ответам на вопросы, да, хочу тоже сделать продажу, да. То есть у нас есть услуга финансовый менеджер на аутсорсинге, который помогает вам составлять отчет о прибылих и убытках, о движении денежных средств, об эффективности рекламы, каналов продвижения и продажи, прибыльности товаров и услуг, отделов сотрудников. То есть мы это делаем именно с точки зрения консультантов. То есть наш человек эту работу проделывает, чтобы вы увидели точки увеличения прибыли, да. То есть не просто управленка, да, как вот принято. Это бухгалтер еще иногда делает управленку. Вот делает это неохотно, за доплату, делает это, скажем, не как бизнесмен, делает это как бухгалтер. Вот мы это делаем именно как консультант, чтобы собственник видел, да, все, вот всю свою картину бизнеса, да. Поэтому появилось просто потому, что душа болит, честно говоря, за собственника, как они видят свой бизнес. Я к одному собственнику пришел, говорю, ну сколько у тебя, а у него 500 миллионов в год рублей оборота. Я говорю, а сколько у тебя прибыль? Он говорит, я говорю, пришли мне цифры, я посмотрю. Он прислал. Значит, там написано, сколько у него, у него 37 розничных точек, там продукты, питание и так далее. И он, да, ну вот контакты, соответственно. И он говорит, ну вот присылает мне этот отчет, и там видно, сколько было закупок сделано. Я говорю, подожди, закупок, а прибыль-то ты как считаешь? Я говорю, я из твоих цифр ничего не понял про прибыль. И он мне говорит, сейчас, не переживай, сейчас тебе покажу. Достает салфетку, говорит, так, ну вот, вот это раз. Так, подожди, сейчас, звонок. Это у нас сколько было? Вот столько, да, хорошо. Так, а, говорит, так, дай-ка еще вот этот файл пришли. Так, ну-ка, вот эту бумагу. В общем, через полчаса он мне смог вывести свою прибыль. И как можно управлять повышением своей прибыли, если ты ее полчаса только считаешь? Ну, коллеги, это то, что я хотел вам рассказать. Я оставил время на вопросы. Пожалуйста, кто у нас модератор? Да, у нас в приложении вот непосредственно к этому последнему. Один вопрос, но на самом деле больше не вопрос, а скорее просьба прокомментировать. И она была задана в самом начале, то есть частично вы уже, возможно, на нее ответили. Просят прокомментировать теорию ограничений Голдрата, в которой, по мнению человека, задающего вопрос, он говорит о том, что увеличивать продажи – это наиболее эффективно. Ну, у меня ощущение на самом деле, что просто, ну, мы же сейчас не говорили о том, что увеличивать продажи – это неэффективно. Скорее, неэффективно увеличивать неэффективные продажи. Да, да, да. Поэтому я думаю, тут никаких противоречий нет. Нет, ну, конечно, теория ограничений Голдрата и вообще системное мышление, они в основе всей нашей работы лежат, потому что как раз-таки поиск вот этих узких мест и, соответственно, их устранение. Вот, собственно говоря, из этого вообще все, суть этой нашей беседы, да, она в том, что часто узкое место собственник увидится там, где оно не находится. То есть ему кажется, нужно увеличивать продажи, но нет, это сейчас узкое место. Узкое место в том, что у нас продукт не соответствует проблемам рынка, да, или у нас нерентабельный канал привлечения клиентов. То есть вот это и есть узкое место. В этом и суть, чтобы всегда видеть узкое место и устранять именно его, а не то, что нам кажется. Да. Да, ну и, собственно, теперь переходим к вопросам, которые были в самом начале. Да, но вы готовьте вопросы еще, коллеги, пожалуйста. Пока я отвечу на те. Собственно, здесь их можно объединить в несколько блоков. Значительная часть вопросов про сотрудников. И вот есть два полярных вопроса. Это как сбивать корону без слез и как бороться с потухшими глазами. Понятно. Ну что, по поводу сбивания короны. У меня подробно, да, подробно, это в моей книге «Сложный переговор с подчиненными» описано, и тренинг у меня есть соответствующий, и курс есть такой, онлайн-курс, «Синергия продает сложный переговор с подчиненными». Я кратко сейчас скажу, значит, суть здесь в том, что есть три этапа, которые нужно пройти со звездой. Точнее, не со звездой, а со звездившимся, да, чтобы сбить корону. Вот первый этап – это создание у себя субъективной силы безразличия к потере этого сотрудника. Вот пока вы считаете, что без него, ну, никак, вот что на нем все держится и будет просто крах, если он уйдет, то вы ничего с ним не сделаете, вы никак у него корону не собьете. Потому что вы общаетесь с ним в режиме «я тебя прошу», а он уже принимает решение, согласится он или он не согласится. Вот, поэтому для начала нужно понять, какие бонусы вы извлечете из его ухода. А бонусов огромное количество. Коллеги, кто из вас уже расставался с такими зазвездившимися и об этом не жалеет? Вот, есть бонусы? Очень много бонусов, да, что мой авторитет растет, да, могу ко всем одинаковые требования предъявить, у меня другие сотрудники начинают расцветать, да, я еще и меньше плачу там кому-то теперь, да, то есть поэтому для начала нужно продать себе эту идею, что это выгодно, это хорошо, да, потом этого человека либо лишить его объективной незаменимости, то есть, например, я могу с него передать там часть клиентов, часть технологий на кого-то, да, я могу его просто как его осадить, да, но вот он говорит, что он такой вот весь, да, я говорю, ты у нас считаешь себя самым лучшим сотрудником, да, ты знаешь, сколько лучший в отрасли делает? Ну вот, например, в страховых компаниях там очень много таких продавцов. Говорят, знаешь, сколько вот вообще в нашей страховой отрасли лучший делает? Ну ты когда столько будешь… Мы называем цифру, да, там вот когда ты будешь столько делать, вот будешь вот так себя вести. Сейчас пока нет, да, или если ты, допустим, какой-нибудь специалист, там, допустим, я не знаю, слесарь, парикмахер и так далее, да, то есть мы говорим, пожалуйста, вот есть конкурс, конкурсы сейчас во всех профессиях практически конкурсы есть, да, иди выигрывай конкурс, и потом будешь вот так себя вести и получишь какие-то эти, да, то есть надо людям раскрывать, так сказать, дверь, да, перед амбициями, да, пусть он покажет миру, да, себя, вот. Поэтому и вот после этого, да, мы уже на третьем этапе, да, когда мы продали себе идею, что мы его можем потерять, это хорошо, когда мы его осадили или лишили его незаменимости, мы теперь можем с ним уже провести разговор на тему, как ты считаешь, правила и требования для всех одинаковые у нас в компании? Вот. Или ты считаешь, что твои заслуги тебе позволяют делать то, чего другим нельзя? Вот сообщаю, это не так, у тебя права нет. Нарушать правила и требования компании, значит, я требую от тебя такого-то поведения и буду за этим следить и наказывать так же, как и остальных. То есть нужно как бы вот с нуля с ним эти правила игры обозначить и также никаких поблажек ему не давать. Вот. Что касается людей с потухшими глазами, то есть эта тема тоже у меня, кстати, там есть. Возврат к жизни потерявшего мотивацию сотрудника. Здесь общий смысл такой, что мы человека подзабыли, понимаете. Вот у нас он работал так, вот работал, работал, у него какие-то были результаты, потом вот он так стабильно работал, а потом он пошел на спад. И он пошел на спад почему? Потому что мы про него забыли. Ну как бы мы видим, что нормально работает человек, что там трогать его, да. Я займусь там какими-нибудь проблемными сотрудниками, этого вроде проблем нет. И он там сам по себе потихонечку скатывается вниз. И потом он уже скатился, мы видим, что он общие требования не выполняет, у него энергии нет, то есть глаза у него потухли. Поэтому в этом случае пытаются, что предприниматель сделать? Он пытается ему морковку спереди показать. Говорит, давай-давай, берись, да, вот сейчас будешь вот работать хорошо, да, вот у тебя вот это вот будет там, заработаешь, да. А у человека все, у него нет энергии. И не работает морковка спереди. Когда не работает очевидное решение, нужно применять прямо противоположное решение. Вот, да, то здесь нужно просто показать человеку, да, что ты знаешь, а вообще-то ты сейчас не соответствуешь требованиям своей должности. Вот, и нам бы тебе вообще надо было бы уволить. Но помня, какой ты можешь быть, да, зная тебя, я готов дать тебе шанс. Ты хочешь шанс? То есть не надо его навязывать. Если он скажет, ну да, вообще, конечно, хочу шанс. Ну, раз ты просишь шанс, то тебе нужно делать то-то, то-то. Вот, три недели, если продержишься без каких-либо замечаний, то ты в компании остаешься. Если нет, я любой твой прокол без уважительной причины приравниваю к заявлению на увольнение. Вот. И все. То есть это такой метод горячей сковороды. Понимаете, это самое надежнейшее средство мотивации. Вот если я сейчас, допустим, буду вот на этом стуле сидеть, да, и вам нужно меня как-то замотивировать, чтобы я с него встал. Вот, что бы вы ни делали, надежного средства нет. Вот даже если вы мне предложите там миллион долларов, да, я скажу, да я не верю. Ну, не будет миллиона долларов. Вот, вы мне скажете, а вот сейчас я с пистолетом у тебя застрелим, и поэтому вставай. Да я скажу, да и рука дрогнет. Слабо тебе будет, не выстрелишь. Вот. Еще как-то вы меня можете уговаривать. Это будет очень у себя долгая дискуссия, понимаете. Разговаривать я умею и так далее. Вот. Поэтому самое надежное, чтобы я встал, это что? Подложить мне вот под это место горячую сковородку, понимаете. Я тут же встану, скачу, и у меня будет куча энергии, понимаете. Вот. Надо уметь это делать. Это не значит, что это единственное средство мотивации, и нужно им злоупотреблять. И, как говорится, если вы владеете молотком, то перед собой видите только гвозди, да. Понятно, что это не лучшее средство мотивации, но оно самое надежное, и в таких ситуациях оно срабатывает хорошо. Вот. Но важнее, понимаете, научиться предотвращать эти ситуации. Предотвращать ситуации потухших глаз. И вот это вот уже сложная работа, потому что с одной стороны мне нужно брать людей изначально с горящими глазами. И вот отбирать таких людей это трудно. Но вот это ключ вообще ко всему в менеджменте, да. То есть находить таких людей, которым эта работа интересна, которые готовы развиваться, которые хотят развиваться, да, которые чего-то хотят достичь в этой жизни. То есть окружать себя такими людьми и в команду таких набирать. А не просто тех, кто вот, ну, вроде по резюме подходит, вроде на наши условия согласен, вроде неплохой. Понимаете? Но мы не убедились в том, что будут ли у него гореть глаза, да. А может, этот человек пришел уже продавать свой опыт. Может, он пришел уже там, ему просто работа нужна, да. То есть вот эту работу по найму мы проделываем некачественно. И потом у нас возникают люди с потухшими глазами. Мы можем некачественно проделывать работу по адаптации человека. Но это, скорее всего, 90% это проделывается очень плохо. И в результате человек, он… Почему я говорил, что вот в начале, да, сегодняшнего дня, что мы на неделю расписываем очень подробно план адаптации, потому что человек себя чувствует брошенным. Человек себя чувствует никому не нужным в компании. Вот с первого дня он видит вот этот весь бардак, замечает ваш. Он понимает, что никому до него дела нет. И какие у него глаза-то будут после этого? Или еще он там что-то работает, сейчас, значит, приносит что-то компании, а никто не замечает. Понимаете, никак не оценивается его работа. Ему не дается никакой обратной связи. Вот. И опять же, как мы двигаем человека. То есть чтобы у человека горели глаза, его нужно держать в состоянии потока. То есть ему делать вот это постоянное усложнение. То есть нельзя, чтобы он в рутине застывал, нельзя ему давать слишком сложные задания. Кто у вас за этим следит? Кто это оценивает? Ну вот. Да, мы сами как бы должны это делать, но по факту-то как мы это делаем? Вот такой ответ, да. Отлично. В продолжении про сотрудников. Тут еще был вопрос из зала, может быть. Да. 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 Нет, именно в компании. Я говорил про компании от 10 человек. До 10 человек. Ну то есть если даже у вас там 3 человека, даже не важно, 3 человека есть, вот у вас есть отдел продаж. Вот вы собственник, у вас есть отдел продаж, 3 человека, да. И еще кто-то там занимается самим продуктом, например, да. И вот вы нанимаете менеджера по продажам. И как вот вы его вводите в дело? То есть мы устраиваем всегда таким образом, что даже в небольших компаниях, то есть вот ему разбито на 5 дней все обучение. Соответственно, он первый день, он изучает вот эту часть какую-то, да, он ее пробует, он уже там видит, он слушает записи звонков телефонных, как это продается, да, как этот продукт. То есть, ну, грубо говоря, делим количество продуктов на 5. То есть если 5 продуктов делим вот по 5 дней, значит один день, один продукт. То есть он день изучает один продукт, он слушает звонки, как это продавалось, он по записи звонков, да, потом вживую это смотрит, и в конце дня он пытается продукт этот продать собственнику. Вот. И так 5 дней происходит. Через 5 дней много что понятно про человека. Понимаете? А то у нас еще и решение как бы о том, подходит человек, не подходит, принимаются спустя там 3 месяца, полгода. Ну, то есть максимум месяц. И нужно уже исправлять свои ошибки при найме. А лучше 5 дней. За 5 дней нужно, в принципе, можно понять человека. Вот пойдете в туристический поход, и вы за 2 дня все про человека поймете. Правильно? Почему на работе вам нужно 3 месяца, я не понимаю. 5 дней это во, чтобы человека понять. Какая, по вашему опыту, основная причина остановки развития организации? Позиция собственника, например, или что-то еще? Если такое основное выделить. Да нет, я не хочу говорить про какую-то одну основную причину. То есть, ну, я могу сказать, что вот по статистике, конечно, это внутренние проблемы. Дело в том, что, ну, есть такая закономерность, понимаете, что собственник, он развивает эту компанию сам, и в какой-то момент наступает его предел компетентности. То есть он дальше просто не может. Он вот может, кто-то может 10 людьми управлять сам, кто-то может 50, кто-то сотни, кто-то двумя тысячами людей сам может управлять. Но это большая редкость. И управляют ужасно. Когда собственник сам управляет двумя тысячами людей, это просто катастрофа. То есть это, представьте, две тысячи человек стоят и согласовывают все у собственника. Потому что у собственников проблема с делегированием огромная. Но это подавляющее большинство собственников. Может быть, есть исключения, я пока не встречал. Те, кто реально могут дать право принимать решение без согласования с ним. Вот без согласования с ним, понимаете? С согласованием все дают, а вот без согласования. И поэтому, конечно, на определенном этапе он становится заложником своей собственной компании. То есть он хочет ее дальше развивать, но у него уже времени все это согласовывать нет. А отдать он боится. Вот это, я думаю, основная причина. Так, еще один вопрос. У нас есть время, да? Да, если я, возможно, пропустил какой-то вопрос, либо у кого-то появился новый вопрос, то давайте из зала уже зададим его. Так, давайте, да. Давайте я подойду с микрофоном, чтобы все слышали. Павел, вы рассказывали про сотрудников с потухшими глазами, то есть он работал, 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 потух. А что делать с сотрудниками, вот именно с такими потухшими, которые по наследству достались и занимают один из важных либо ключевых постов? Да, это, коллеги, печалька. Конечно, как сказать, здесь, когда вы приходите по наследству куда-то, то надо сразу обговорить свои полномочия. Потому что если вам говорят, что ты результат-то достигай, но этих не трогай. У нас тут на них все держится. То есть и возникает вот эта проблема, что вы ответственность имеете, а полномочий не имеете. И получается, на самом деле, вы не можете достигать результата. Вам нужно получить право хотя бы через полгода, чтобы вы могли этих сотрудников уволить. Нет, почему? Можно лечить, но вы не сможете лечить, если у вас, так скажем, вас не воспринимают как врача. То есть у вас должны быть полномочия. Вот вы легли на операционный стол, и вот теперь врач вас может лечить. А если я говорю, нет, врач, ты меня лечи, ну вот это тут не трогай, тут не делай, да, вот, а так лечи вообще. Советы я готов твои слушать. Может быть, иногда. Поэтому получение полномочий, когда вы приступаете к руководству с какой-то уже сложившейся командой, это ключ. И люди, если знают, что они хотя бы через полгода уже могут быть уволены вами, то они начинают уже действительно вас слушаться, и вы можете их тогда лечить. То есть вы можете им что-то, какую-то идею продавать, вы можете им… Ну сначала надо попытаться обратить их в свою веру. То есть сказать, вот у нас такая цель, мы ее по-другому не достигнем, вот давайте действовать таким образом. Это лучшее, конечно, если вы их, так сказать, сердце завоюете. Но это нужно завоевание сердца сопровождать некими контрольно-отчетными процедурами, процесс как-то прописывать, потихонечку поддавливать их, потихонечку. То есть, конечно, не надо с ними воевать, потому что все равно власть у них больше, чем у вас. Отлично. То есть, да, руководитель, это все-таки надо понимать, он только управляет, а они вас воспринимают, ну, мы подумаем, стоит ли нам тебе помогать. Вот это надо помнить. Ну что, коллеги, кому вторая наша часть была полезна? Спасибо большое. До новых встреч. Мне было тоже с вами очень интересно. Спасибо.